Более 300 миллионов тенге задолжали автовладельцы области, государству. Это сумма неоплачиванного налога на транспорт за прошлые года. Вычислять из потока машин проблемных водителей позволяет специальная система «Автоураган». В рейд с фискалами отправился Антон Александров. Вот с такой нехитрой манипуляцией начинаются все разбирательства на дорогах. Из большого потока машин, в этот раз на проспекте Бухажирау, вычисляют должников при помощи специальной системы «Автоураган». В базе данных этого передвижного пункта значатся должники по налогу, алименщики и неоплатившие штрафы. На сегодняшний день по Карагандинской области по транспортному налогу задолженность имеют 14,5 тысяч автовладельцев на сумму 307 миллионов тенге. В целях взыскания задолженности по транспортному налогу, а также в рамках совместного плана мероприятий между Департаментом государственных доходов и Департаментом внутренних дел, в частности Управлением административной полиции, проводятся совместные мероприятия, то есть совместные рейды. У каждого попавшегося должника своя история оправдания, и каждый не желает показывать своего лица. Между тем уже сейчас планируют открыто публиковать данные людей, не оплативших налоги. Разъяснительную беседу фискалы проводят на месте. Судоисполнители молниеносно оформляют документы. Данный гражданин был задолжен по налогу за автотранспортные средства. В сумме свыше 500 тысяч был изъят. Автомашин техпаспорт, ключи для выставления дальнейшего на публичные торги. Но данных должник обязался оплатить нарушаемых течении 10 дней. Изъятие автотранспортного средства крайняя мера, признаются судоисполнители. Но она и самая действенная. Если за месяц владелец не погасит долг, то автомобиль выставят на торги, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности по налогам. Да я не знал, что прям так все серьезно. Если бы я знал, да и возможности не было заплатить сразу. Я обязуюсь заплатить в ближайшее время штраф. Там, наверное, какой-нибудь срок есть оплаты. Я по-любому оплачу в ближайшее время. Сейчас, пока выявляют владельцев, которые не заплатили налог за транспорт в прошлые годы. Найти их непросто, признаются специалисты. Многие не передвигаются на автомобилях или стараются не попадаться под прицел автоурагана. В этот раз, можно сказать, повезло. Выявили владельца с достаточно большой суммой долга. Поэтому автомобиль сразу и отправился на штрафстоянку.